Ближний Восток Примечательная Мы тут ее обсуждали И дискуссионная тоже Насколько там опасная и безопасная Вчера пришли сообщения о том Что начали взрываться другие устройства Ну и когда рации или там радиоприемники Я не удивился Но потом стали Солнечные батареи Вот приходить сообщения И я кстати в израильских источниках Не очень-то их видел Насчет сканеров отпечатков пальцев Солнечных батарей Этих самых компьютеров В машинах тоже радиоприемников И так далее Это реально так Или это какое-то цепсо Ну это такая Паническая цепная реакция Я бы сказал Потому что там вот только Полшага оставалось до того Чтобы начали взрываться в этих сообщениях Микроволновки с телевизорами буквально Потому что Насчет солнечных панелей Вот когда-то я Давно это было Еще в прошлой жизни Тут целый документальный фильм Снимал про солнечную энергетику И я не очень понимаю Ну и как бы в тему погрузился Я не очень понимаю Что в солнечной панели Может взорваться Это как столешница За которой вы сейчас сидите Что вот в ней может взорваться Ну что если ее заминировали То может взорваться Только если заминировать Но солнечная панель Она очень тоненькая Что туда можно заминировать Я не понимаю Это какая-то операция Технологического Восьмого технологического уклада Я даже не представляю Как надо заморочиться чтобы заминировать солнечную панель, где она должна быть, чтобы потом она попала в Кисболе, в Ливан. Я даже не могу сказать. Мне кажется, насчет солнечных панелей и холодильников с микроволновками, это уже панические сообщения, которые начали множество. Но то, что у них начали взрываться радиостанции, это факт. То есть у них прям целая серия взрывов произошла, опять несколько десятков убитых, несколько сотен раненых, причем более даже тяжелых, чем это было во время истории с пейджерами позавчера. Я хотел бы остановиться на этом. Прошу прощения, может быть, я излишне с точки зрения вас на этом концентрируюсь. Просто я как вижу, если это неправда, если речь только о радиостанциях, которые поставлялись в Кисболе, это продолжение военной операции. Или даже, я пойму, если радиоприемников, потому что их можно просто использовать для связи, точно так же, как пейджер. А если речь уже идет о каких-то других приборах, они же, ну как я понимаю, арабские источники пытаются рассказать нам, что Израиль террорист, и пытаются посеять страх в Ливане перед наступлением. И поэтому взрывает все, что угодно, убивает мирное население и так далее. Я поэтому хотел бы вот это отфиксировать. Ну, возможно. Вообще паника-то там царила такая знатная, надо сказать. Хотя по поводу вот сопутствующего ущерба или там потерь среди гражданских. Понятно, что Кисболе их все записало гражданские. Хотя они публикуют в Некрологии, кстати, на своих боевиков. Там довольно много прям вот боевиков. Надо отдать должное Кисболе. Кстати, они свои потери не скрывают. В отличие, там, скажем, от Хаман. Так вот, по поводу сопутствующих потерь. Вот 36 убитых, из них 34 Хисболла признала своим. То есть, ну, как бы абсолютное большинство – это боевики, террористы, там, функционеры Хисболлы и так далее. Поэтому, а что касается паники, ну, паника, она и так там царила довольно сильная. Только я не очень понимаю, зачем арабским медиа эти панические настроения в Ливане раздувать. Если бы это делали израильские медиа, это было бы еще понятно. В преддверии, там, перехода к активным действиям на севере, которые вот-вот ожидаются, но пока вот никак не начнется. Ну, а зачем они говорят о тысячах погибших детей? Вот ровно за этим, чтобы представить израиль террористам. Ну, это да. Если из этой логики исходить, то же самое, что Хамас, который всех своих погибших записывает в гражданские. Всех молодых людей до 19 лет они проводят по категории дети. Средний возраст боевика в Хамасе 19-22 года. Вот такой пример. То есть, в общем, все они дети буквально. До 19 лет включительно они числятся детьми прям по их спискам. Что называется. Так что, в общем, да, это вполне укладывает такую логику. Ну, вот, кстати, сейчас я попрошу нашего режиссера показать картиночку одну для иллюстрации слов Сергея Услендера. Переслал ему. Значит, как раз это вот про похоронные плакаты, некрологи, да, которые вы упомянули, погибших боевиков. Да, да, вот этот 16-летний, да. Да, 16-летний Абт-Аль-Манаиме, Абт-Аль-Манаиме. Группировка признает, что он боевик, и не скрывает, что боец родился в 2008 году. Вот когда там показывали больницу, помните, были такие кадры, мы сейчас не будем их показывать, когда больница, и там огромное количество раненых самых разных, и среди них попадаются мальчуганы прямо, реально мальчуганы. И нам еще зрители пишут, что мы смакуем эти детали, а там раненые дети. Да, детей. Окей, но вообще абсолютно, то есть это вполне возможно и такая история. Может, у них были пейзеры, они там курьерами работали в хитболе, почему нет у них? Это очень принятая история, да. Или такое, да. Вот это происходит, просто это нельзя сбрасывать со счетов. Что касается объявленного вечером вчера Нитаньяху, объявленного наступления на Ливан, началось ли уже что-нибудь или нет? Или пока речь, да, только о переброске. А он не объявлял наступление на Ливан, кстати. Там переброска сил идет. Мы сказали, что вернем жителей севера в свои дома, и мы это делаем. Вот это буквально дословно то, что он произнес. То есть это трактовка моя такая, вольная. Да, да, буквально. Вот так-то туда переброшена сейчас 98-я дивизия, вывели из газа, перебросили на север. Это такая элитная дивизия, считается, в ее составе. Вот парашютная бригада, бригада командос, то есть такая серьезная. 252-я дивизия сейчас вот перебрасывает. То есть там собирается такой наряд сил и средств очень серьезный. Танки, ну там артиллерия, авиация, это все понятно. Конечно, уровень готовности очень высокий, но пока наступление никакое не началось. Были там удары по Южному Ливану вчера, ну точнее сегодня в ночь, вчера на сегодня. Но они носили, судя по всему, такой вот обычный рутинный характер, может быть отчасти превентивный. То есть Хизбалла там собиралась чего-то запускать, и в этот момент они нанесли удары. Но они вот были в пределах Южного Ливана, то есть южнее реки Летань. В Северне они не бомбили ничего. Поэтому пока в данный момент не началось никакое наступление. Но в целом такой как бы консенсус есть в обществе, что нужно проблему Севера решать, что нужно с Хизбаллой разбираться. Есть опять же тут вот различные мнения по этому поводу, почему мы не начали в тот момент, когда вот эта история с пейджерами вся приключилась, когда в Хизбале царил невообразимый совершенно хаос, там была полностью утрачена всякая координация. Поэтому пока объяснения нет четкого, почему это не началось. Опять же, были разные объяснения, почему это началось. Там кто-то говорил, что террористы там что-то заподозрили, и была как бы опасность, что они избавятся от этих пейджеров, и всяких устройств и так далее. Но история с рациями показывает, что это не совсем так, поскольку там все буквально было заминировано. Так что, короче говоря, пока такое все напряженное ожидание, я бы так сказал. Как по-вашему, вот эта операция по пейджерам и рациям, и, возможно, каким-то другим еще гаджетам, на какой урон она нанесла Хизбале? Ну, полагаю, что большой урон. Имеется в виду, у них очень много раненых, причем в тяжелом состоянии, с такой, как сказать, резко сниженной боеспособностью. То есть эти люди не погибли, но кто-то там пальцев лишился, кто-то зрения и так далее. То есть эти люди в смысле боевом ничего сейчас из себя уже не представляют. Это таковых сотни там буквально. Причем речь идет, судя по всему, не только о рядовых боевиках из Балы, но и о разного рода там командирах. Кроме этого, была утрачена всякая координация. Сейчас запрещено пользоваться вообще любыми электронными устройствами. Вот только проводные телефоны. Как мы понимаем, сейчас проводные телефоны – это такое не самое распространенное средство связи вообще в мире. и цепочки все разорваны. Командование имеется в виду. Ахизбалла – это большая сила. 100 тысяч человек там и служат всяких разных там уровней. То есть это армия, по сути дела. И, соответственно, армия любая нуждается в связи и в управлении. Она не может действовать там, каждый сам для себя. Но этот эффект, он не будет долгосрочным. То есть он будет кратковременным. Несколько дней они восстановят все эти цепочки, восстановят координацию и придут в себя, что называют. Поэтому вот все тут и удивляются, почему не начали. Но, видимо, есть какие-то резонные. Я не знаю, какие факты. Ну, то есть получается, что буквально должно начаться вот буквально сейчас. Потому что иначе время будет упущено. А мне кажется, в израильском обществе есть настроение, что много где время уже упущено. За последние месяцы, год, я бы уже сказала даже. Ну, по идее, да. То есть это вопрос, ну, максимум, как по мне, 48 часов, когда нужно начинать. Пока они там окончательно не пришли в себя, не опомнились, да, и не перестроили всю эту систему управления. В обществе абсолютный консенсус по этому поводу, что нужно начинать. Откладывать смысла нет, потому что, ну, опять же, были такие мнения. Давайте еще пару лет подготовимся, и мы лучше подготовимся. Ну, а Хизбалаш тоже не будет сидеть, ложа руки. Она тоже будет готовиться. И не факт, что не подготовится лучше, чем мы, да. И вот мы вот в 2006 году все что-то ждали, готовились, и в результате вот пришли к такой ситуации на севере. Но, помимо всего, есть еще и там различные. Давайте просто в двух словах ситуацию на севере для тех, кто не следил. Напомню, просто из-за чего сейчас это обострение? 8 октября, то есть на следующий день после резни на юге, устроенные террористами Хамаса, Хизбала начала обстрелы с северного приграничья израильского. Постепенно эти обстрелы, там были попытки прорыва через границу, но все они были отражены. После чего эти обстрелы начали увеличиваться, их интенсивность и площадь, и они постепенно распространились на всю зону от Рошани края, это, соответственно, на западе в море, до границы Сирии на голландских высотах. Вот история в Маджиншамсе, где ракета убила 12 детей, вот это там. И постепенно они начали переносить это все вглубь. То есть сейчас уже регулярно прилетает по городу Цфак, который находится так сильно дальше от границы, регулярно долетает до города Нагория, которую так с известной натяжкой можно назвать дальним пригородом Хайфы. В общем, площадь, на которой идут обстрелы, она очень большая, порядка 100 тысяч эвакуированных из северных поселений и городов. И, в общем, на севере Израиля фактически образовалась буферная зона, такая километров 5 глубиной от границы. И понятно, что Израиль мириться с этим не может. Израиль отвечал ударами тоже с воздуха, артиллерии и так далее. В Южном Ливане тоже серьезные разрушения и тоже, кстати, буферная зона. Но в целом это напоминало такой пинг-понг. Они там по нам ракеты, мы по ним там, бог бы. И вот так вот туда-сюда это происходило на протяжении 11 месяцев. Но каких-то таких решительных действий прямо глобальных Израиль не предпринимал, сосредоточившись на компании в ГАЗе. Часто компания в ГАЗе завершается, там уже интенсивность гораздо меньше. Ну и, соответственно, можно заняться севером вплотную. Спасибо большое. Благодарим нашу коллегу Сергея Ауслендера. Подписывайтесь на его YouTube-канал. Он Сергей Ауслендер называется, насколько я помню. А вот Telegram-канал называется «Война с Ордой». На него тоже подписывайтесь. Ссылки есть в описании. Всегда с интересом читаю и смотрю. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, коллеги. До свидания. Пока.